Дорогие друзья, мы сейчас продолжаем отдыхать на даче в Подмосковье, наслаждаемся общением с природой и животными, с местными животными, как вы понимаете, но изредка все-таки стараемся куда-то выбираться. Продолжаю вам рассказывать о нашей поездке в расположенный неподалеку город Павловский Посад. В прошлый раз мы поговорили о Павлопосадском историко-художественном музее, а в этом видео у нас речь пойдет о доме музея советского и российского актера театра и кино Вячеслава Васильевича Тихонова. Музей был открыт относительно недавно, 25 августа 2018 года. Здание, в котором расположен музей, новодел, но оно стилизовано под тот дом, в котором жил актер. Внешне выглядит так же. Музей расположен на улице Тихонова, 66. Раньше это была улица Володарского. Улицу Володарского переименовали в улицу Тихонова тоже относительно недавно. Внутри это большой мультимедийный комплекс, который позволяет погрузиться в творчество Вячеслава Васильевича Тихонова. Музей современный. В каждом зале экраны. Посмотрите, какое оформление зала с кадрами из известных фильмов. В первом зале показывают фильм, где сам Вячеслав Васильевич рассказывает о своем родном городе, Павловском посаде, и о детских впечатлениях, связанных с городом. Вы можете видеть, как выглядел раньше дом Тихонова, и как он похож на нынешний. Это фотография дедушки актера, а здесь сам маленький Слава с родителями. Это фотографии зданий Павловского посада, в которых бывал Тихонов. Кстати, историко-художественный музей, который мы уже посетили, находится в здании бывшего детского сада, который посещал маленький Слава. На доме Тихонова раньше была эта табличка. Рядом с домом находился кинотеатр «Вулкан», где любил бывать будущий актер. В музее даже сделали имитацию кинозала того самого кинотеатра и показывают фрагменты любимых фильмов Тихонова. «Чапаев», «Небесный тихоход», «Александр Невский». Собственно говоря, благодаря этим походам в кинотеатр Тихонов и решил стать актером. Это стало его мечтой, о которой он никому не говорил. После окончания ремесленного училища он некоторое время трудился токарем на военном заводе, а потом начал обучение во ВГИКе. Здесь воспроизведен фрагмент интерьера родительского дома в Павловском посаде. Вся мебель подлинная. Отсюда Тихонов некоторое время каждый день ездил на поезде на учебу во ВГИК, пока ему не дали место в общежитии. Сохранились телевизор и швейная машинка «Зингер». Поднимаемся на второй этаж. Обратите внимание, как оформлена лестница. Второй зал посвящен фильмографии Тихонова, начиная с 1948 года и по 70-е года. На съемках фильма «Молодая гвардия» Тихонов познакомился со многими актерами, которые впоследствии, так же как и он, стали знаменитыми. На экране демонстрируются фрагменты фильма «Дело было в Пенькове». Для съемок актеру старались сильно упростить внешность. Представлен костюм из фильма «Война и мир», где Тихонов играл князя Андрея Балконского. Ну и, пожалуй, самая знаменитая роль Тихонова – это роль Штирлица в сериале «17 мгновений весны». Лично у меня Штирлиц всегда ассоциировался исключительно с Тихоновым. Третий зал посвящен фильмографии Тихонова 80-х, 90-х и 2000-х годов. Этот период тоже был довольно насыщенным для актера. Этот подарок Тихонову создан на Люберецком ковровом заводе. Представлены личные вещи Вячеслава Васильевича. Среди них элегантные костюмы. А здесь вы можете видеть многочисленные награды актера. Подарки. Среди них фарфоровый набор в форме рыб. На территории дома-музея действует выставочный проект «Под открытым небом. Времена года» в российском кинематографе. Посмотрите, как хорошо оформлен сквер перед музеем. Ну а на стендах можно почитать дополнительную информацию.